Утром на еженедельном совещании у главы Чуваши обсудили преобразование в пенсионной системе, а также контракты и госзакупки. Пенсии начнут начисляться по-новому уже с 1 января 2015 года. Изменения коснутся страховой накопительной частей. Страховая пенсия будет назначаться при выполнении трех важных условий. Прежде всего это пенсионный возраст. Не меняется пенсионный возраст. У мужчин 60 лет, у женщин 55 лет. Второе это страховой стаж не менее 15 лет. Это именно имеется в виду трудовой стаж. Третье, величина индивидуального пенсионного коэффициента пенсионера не менее 30 за весь период трудовой деятельности. В прошлом году Чуваша вошла в число 14 регионов с высокой прозрачностью госзакупок. Кроме республики, из ПФО в этот список попала только Саратовская область. На предмет соответствия требований законодательства в сфере размещения заказов рассмотрено у нас в госслужбе 40 проектов документации на проведение торгов, на выполнение подрядных работ, разработанных муниципальными заказчиками. При этом экономия бюджетных средств по итогам размещенных этих торгов составила от 8,5% до 25% от начальной цены контракта. Михаил Игнатьев отметил, что конкурсы проводятся не только ради экономии. Конечная цель закупок и торгов – реализация проекта. Но порой бывает так, что некоторые участники просто срывают конкурсы. С городом мы обсуждали переселение современного жилья. Вот суббота, значит, с главами администрации. Город говорит, мы не можем укладываться. Один квадратный метр стоимости жилья в городе 40 тысяч на сегодняшний день. Это городские власти говорят. И в итоге на выходе получается, как бы им невыгодно, выкручивают руки органов власти, и они начинают управлять, то есть диктовать свои условия. Такого не должно быть. Руководители муниципалитетов и министерств глава Чуваши призвал вовремя проводить госзакупки, чтобы до начала сезона, например, в школах и детских садах имелся запас продуктов. Обсудили на планерке предстоящие Олимпийские игры в Сочи. Чуваши в составе сборной России там представляет Елена Муратова. Предварительные соревнования у нее начинаются уже шестого еще, до официального открытия, финальные соревнования 8 февраля. Кроме того, делегация из 300 болельщиков отправится в Сочи болеть за спортсменов страны. А 7 февраля в Русском доме пройдет выставка регионов. Будет представлена на ней и наша экспозиция. По словам министра экономического развития Владимира Аврелькина, подготовлена большая выставка. Там пройдет и дегустация чувашских продуктов. Татьяна Молокова, Игорь Породчиков, Андрей Спиридонов, Республика.